Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 32 главе книги пророка Изекииля. Предыдущие три главы были посвящены судьбе Египта. И казалось бы, ну сколько можно? Однако ж и эта 32 глава, уже четвертая по счету, тоже посвящена судьбам Египта, тому, что будет происходить с Египтом при Вавилонском завоевании. И здесь Господь повелевает пророку поднять плач о фараоне. «Подними плач о фараоне царе Египетском и скажи ему, ты, как молодой лев между народами, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды. Однако Господь говорит, я закину на тебя сеть мою, и когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу». Здесь такой пространный поэтический текст с многочисленными деталями, в общем, нужными для того, чтобы оттенить вот эту картину распада египетского величества. Детали замечательные, очень поэтичные, суть же очень простая. Ты гордишься и величаешься, как молодой лев, а на самом деле вот я поймаю тебя, я поймаю тебя. Все светила, светящиеся на тебе, помрачу над тобой, говорит Господь Бог, приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами». Вот это падение горделивого, горделивого, гордящегося собой Египта, это то, что должно стать уроком для окружающих народов, как малых, так и больших. Меч царя Вавилонского придет на тебя, и вот эти лютейшие народы, которые идут с царем Вавилонским, уничтожат гордость Египта. И тогда дам покой водам их. Стало быть, новая жизнь, возвращение плены Египта, покой землям и водам их, возможен только тогда, когда греховная гордыня страны будет уничтожена, будет обрушено ее величие, которым они так хвастаются. Снова и снова. Для Израиля, может быть, это не так актуально, потому что Израилю уже не суждено быть великой державой, ни в то время, ни в последствии. А вот для очень многих других это предостережение чрезвычайно важное и актуальное. Как только Египет пытается гордиться своим могуществом, именно это становится причиной катастрофы. Теперь вторая половина главы – это плач уже не о фараоне, а о народе египетском. «Сын человеческий оплачь народ египетский и незринь его в преисподнюю с отходящими в могилу». Удивительная на самом деле вещь, потому что фараон отдельно, народ египетский оплакивается отдельно, из чего понятно, что это разные вещи, в том числе и для пророка, и для Бога, который через пророка говорит. Это разные вещи, не одно и то же. Отождествление людей с государством, с сюзереном, с территорией – это вовсе не та идея, которая была бы понятна библейским авторам, и, скорее всего, Богу она тоже не близка. Люди не принадлежат, не принадлежат к фараону и его государству. Но речь не об этом. А речь идет о том, что этому народу египетскому говорится «Сойди и лежи с необрезанными». Там падут среди тебя убитые мечом, отдан он мечу. Вот лежащие, пали его герои и лежат там между необрезанными, сраженными мечом. Речь идет о Шиоле, который представляется таким мрачным, темным, бесконечным местом, где лежат сраженные мечом необрезанные. Смотрите. Во-первых, необрезанные, то есть те, кто не чтили единого Бога Израилева. Здесь речь идет именно о судьбе необрезанных. Вероятно, что-то можно было бы сказать о другом месте, где лежат лежащие с обрезанными. Может быть. Но здесь речь идет об самых разных народах, начиная с Египта и Осирии, лежащие с необрезанными, сраженные мечом. Вот это хранилище, преисподнее, как мы обычно это называем, Шиол, это не то место, где праведники наслаждаются, а грешники страдают. Нет, совершенно другое. Лежащие с необрезанными, павшие от меча, это пространство, где, как говорит Экклезиас, смерти нет ни награды, ни наказания. Ни награды, ни наказания. Это подчеркнуто дистанцирующиеся от египетских, а потом и эллинских, и персидских представлений картина. Нет в этом мире загробном ничего, никакой жизни. А лежащие с необрезанными, вот все как в гробах на полках, там ассуры все полчища его, гробы его поставлены в самой глубине. Там и лам со всем множеством своим вокруг гробницы, среди пораженных дали ему ложе с необрезанными. Мешех и Фувал более древние, великие, условно, государства, начиная от Ассирии, дальше все более и более древние, как бы вглубь веков, слоями лежат они, и осталось беззаконие их, на костях их, потому что они были ужасом на земле живых. Вот все эти народы, лежащие с необрезанными, погибшие, в том числе и в результате собственной гордыни, все они были ужасом на земле живых, и поэтому беззаконие осталось их на костях. И распространяли ужас на земле живых. Вот, собственно, египетскому народу участь среди вот этих всех народов объявляется. Едом и цари его при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом, лежат с необрезанными и сошедшими в могилу. Лежащие с необрезанными вообще, судя по всему, это, конечно, идиоматическое выражение, которое в нашем языке можно было бы заменить находящиеся в аду, откуда нет выхода и где нет ничего, ни жизни, ни награды, ни наказания, ни радости, ни мучения, ничего. И выйти оттуда нельзя. И выйти оттуда нельзя. И вот видите, в этом плаче о народе Египта, когда упоминаются о сирийце, эдом и некоторые другие, находятся для них печальные слова, и многое оказывается вполне впечатляющим, чтобы не сказать прекрасным. там, скажем, цари и князья его, которые при всей своей храбрости, да, действительно, там будут лежать с павшими героями, необрезанными. Да, герои, да, храбрость, да, там, какие-то проявления величия имеют место, все равно все будут лежать с необрезанными, посрамленные в могуществе своем, потому что все их могущество было противно Богу, противно Богу. Они гордились, собственно, тем, что они сами сделали себя такими могущественными, и этим хвастались. И увидит их фараон и утешится о всем множестве своем пораженным мечом. «Ибо я распространю страх мой на земле живых», говорит Господь. Таким образом, собственно, пророчество всей главы о том, что фараон, попадая вместе со своим народом в эту преисподнюю, где павшие от меча лежат с необрезанными, все-таки может утешиться, потому что страх Божий распространяется на земле живых через вот эту всю историю, всю историю, в которой видно, как действует Бог. И положен будет фараон среди необрезанных, потому что страх Божий осознание власти Бога, осознание, видение, может быть, там, интуитивное понимание того, что на самом деле Бог является владыкой истории, оказывается, должно для фараона и его народа стать утешением. Почему утешением? Ну, потому что их судьбы в руках Бога.